Проект федерального закона обнесения изменений в федеральный закон об обращении лекарственных средств и федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Допущение монотолизации рынка розничной торговой лекарственными препаратами посредством ограничения отличности кинга. На данный момент в лактовом звене концентрация близка примерно 5 крупнейших организаций автовой торговли превышает 50% доли по всей стране. А 10 организаций близятся уже к 75% рынка. Темпы концентрации рынка также существенны. Также следует отметить высокий интеллектуальный уровень рынка и высокий степень копирования поведения аптечных сетей на рынке. Законопроектом вводится определение аптечной сети, приближного аптечного пункта, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Законопроект устанавливает ограничения на приобретение и аренду дополнительных площадей в границе соответствующей административно-периально образованию для осуществления оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, доля которого превышает 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в соответствии с первичным указанным в статье 55 федерального закона в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, в границах муниципального района городского округа. В случае нарушения указанных требований, сделки будут признаны и уничтожены. Законопроектом ограничивается возможность получения в нереализованных доходах аптечными организациями организации оптовой торговли и устанавливает максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%. В целях обеспечения потребителей необходимой и достоверной информации устанавливается обязанность аптечных организаций обеспечить покупателю доступную информацию о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов для медицинского применения. Важным направлением, способствующим нормальному развитию фармацевтического рынка, будет формирование единого реестра фармацевтических работников, по аналогии с реестром медицинских работников. В реестре, помимо базового образования, будет отражаться информация о повышении квалификации и другие параметры. Введение единого реестра будет способствовать прососствовать повышение уровня капсинализма фармацевтических работников и уровня персональной ответственности, работники ответственных организаций и организаций оптовой торговли. Вот как раз законом, проектом предусматриваются важнейшие два момента. Они предлагают торговую, так называемую, наценку ограничить пятью процентами. Это очень важный момент. Второе предложение, если законом оно будет принято, это установить единый реестр фармацевтических работников, всех служебных работников аптек. Это направлено на контроль по установлению цен на лекарственные препараты и вообще упорядочение в этом деле. Продолжение следует... Продолжение следует...